Итак, друзья, у Яндекса есть свой собственный блог и читаем на нем новость. Яндекс.Го покажет в приложении, что влияет на цену поездки. Вот это уже что-то. В приложении Яндекс.Го появился индекс спроса, который отражает, что именно влияет на стоимость поездки на конкретный момент времени. Помогает оценить ситуацию с ценой в том районе, откуда пользователи собираются уехать. Так, ну вот, смотрите, цена стандартная. В этом районе достаточно свободных машин для выполнения заказа, друзья. Вот здесь машин хватает, и поэтому, значит, цена нормальная. Цена не особо завышена. Вот, но давайте все равно нажмем, что за индекс спроса. Яндекс.Го появился индекс спроса. Как пользоваться индексом спроса? Индекс может найти в левом верхнем углу главного экрана Яндекс.Го, когда уже так. Вот он, да-да-да, вот он, левый верхний угол, друзья. И вот он у нас появился, индекс спроса. Ура! Значит, когда уже выбран адрес подачи машины и место назначения. В зависимости от спроса, индекс меняет цвет от зеленого до красного. То есть, типа, вы видите красный цвет и думаете, а вообще сяду-ка я на велосипед и поеду или пойду пешком. Все равно торопиться-то некуда, вы живете в Москве. Зеленый индекс означает, что на стоимость поездки не влияет повышающий коэффициент. В окрестностях точки А хватает свободных машин. А если около значка рубля есть стрелочка вниз, цена поездки даже ниже стандарта. Так происходит, если в районе слишком много свободных машин и мало заказов. А там, куда направляется пассажир, машин, наоборот, не хватает. Благодаря снижению цены пользователи с большой вероятностью воспользуются сервисом. А и у водителя быстрее уедут в зоны высокого спроса туда, где их очень ждут новые пассажиры. Если спрос на такси в районе сейчас высок и свободных водителей не хватает, то значок рубля на индексе ближе к правой стороне. Ну вот здесь вот заказ меньше, чем машин. И вот видите, рублик идет вниз. Рублик, точнее, ну как значок R и рядом с ним стрелочка низ. Вот такое. Так, значит, если спрос на такси в районе сейчас высок и свободных водителей не хватает, то значок рубля на индексе ближе к правой стороне, а цвет меняется на желтый, оранжевый или красный. Такое бывает не только после концертов или спортивных матчей, но и в плохую погоду. Ну вот, как скажем, вот здесь вот. Друзья, действительно, в плохую погоду, помню, заказывал на Яндекс.Гоу такси. Там ценник был, блин, больше, чем в два раза дороже. Друзья, вот, собственно, и все. Такая вот новость Яндекс.Гоу появился индекс спроса. Это просто, мне кажется, неплохо. Теперь вы знаете. Теперь больше информации. Мне кажется, знаете, в будущем было бы неплохо, если бы вообще, значит, вы могли знать, какая машина приедет, какой марки, какое состояние там и так далее. Ну, то есть, чем больше открытость в системе, да, чем больше человеку дается, значит, информации, чтобы он мог выбрать или выбирать, да, тем лучше, мне кажется, и самим пользователям, и системе, да. Чем больше вам дается выбора, тем, как бы, высока вероятность, что вы будете пользоваться сервисом. Друзья, вот такая вот новость. Я не знаю еще, что добавить. Всем пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok